Сценарий антиутопии. Всемирный карантин, принятый в качестве меры борьбы со страшной эпидемией, нам показал, что многими делами можно заниматься не выходя из собственного дома. Вот казалось бы, и оказалось, что для многих вообще рабочий процесс дома и в офисе вообще ничем не отличается. Для многих. Не для всех, конечно, надо понимать. Но до изоляции большинство продолжало вести все свои бизнес-процессы по старинке. Однако ситуация вынудила освоить новые технологии и распространить эти технологии не только на бизнес, но и вообще на многие сферы своей жизни. Вот, казалось бы, что мешало сделать это раньше. Но нет, что называется, худо без добра. Хотя неизвестно, добро ли это. И давайте обсудим. Так вот, каково же было удивление, когда оказалось, что многие перемещения по городу и между городами были вообще лишними и затратными. Как во времени, так и финансово. Это поняли и многие работодатели. Некоторые сообразили, что, вероятно, в некоторых ситуациях, случаях некоторых, вполне возможно обойтись и бездорогой аренды под офисы. Ситуация толкнула на то, что пришлось так сделать, потому что за офисы приходилось деньги платить, а офисы не работали. Разумеется, что все не могло коснуться всех сфер и инфраструктуры, но тем не менее стало понятно, что нередко можно обойтись без огромных временных затрат на перемещение собственного тела в пространстве. Колоссальное количество процессов можно закрывать в интернете, не эксплуатируя общественный и личный транспорт. Города опустили на время, когда была изоляция и жесткий карантин. И почти нет сомнения, что после окончания карантина многие не захотят возвращаться к работе в прежней ее форме. Да, на природу все захотят, но я лично могу сказать, что многие люди из карантина выходят настолько медленно, они привыкли решать все из дома, что их вот так вот просто на улицу не толкнешь, а на работу вообще ходить не хочется. Уже сейчас трафик личного автотранспорта сократился. Это значит, имеется ввиду с докарантинным периодом, а это значит, что снизилось о продаже бензина. Во время карантина вообще, а сейчас вот после окончания все равно его меньше продается. И что же будет после изоляции? Нефтяные олигархи одной из могучих стран, возглавляемых геополитиком невероятной силы ума с колоссальной харизмой, бьют серьезную тревогу. К несчастью, ситуация усугубилась тем, что цены на нефть, сильно упали. Они вообще во время карантина упали просто капитально. Сейчас немножко вернулись, там откат произошел. Но всемирный нефтяной картель все-таки разваливается. Цена нефти обрушилась ниже плинтуса, аж до своей настоящей рыночной стоимости. Представляете, какая у нее рыночная стоимость была? Мы поняли. И вряд ли она вернется к каким-то цифрам, которые были когда-то давно. Про 100 долларов за нефть, возможно, мы и не вспомним уже никогда. И спасителем нефтянки на какое-то время окажется внутренний потребитель. Понимаете? А внешний нет. Но для того, чтобы заставить этого потребителя потреблять, да еще и желать на дорогой бензин, ведь нужно же несчастным олигархам как-то профилактировать дистрофию своих немощных тел во время кризиса. А как это сделать, если он вознамерится снизить количество своих перемещений? Я уже про потребителя. Как заставить его покупать дорогой бензин и больше, если он хочет работать и получать прибыль без большого количества перемещений на городском и личном автотранспорте? Часть мер уже предпринимается. Закрыт ввоз дешевого импортного бензина. Все. То есть дешевый бензин мы не поставляем, покупаем внутренне дорогой. Остается только заставить людей теперь больше перемещаться. Ну, и поднять цены на бензин. Ну, с ценами на бензин дело никогда не станет. Он только растет, хоть бы нефть вообще ничего не стоило. Так вот, для того, чтобы заставить покупать, необходимо загнобить и сделать неэффективными процессы в интернете. А для этого достаточно его сломать. Я про интернет. Ухудшив скорость, усложнив использование, навешив ограничения. Ну, и самый ходовой способ введя налоги на интернет. Господи, только бы не подсказать. Вот. И все. Народ ломанется решать свои проблемы в оффлайне, по старинке, как это было раньше. Появится потребность в личном присутствии во многих местах. Особенно, если еще мобильную сеть с докучей сам загнобить. Или сделать тотальную слежку в интернете и на мобильных. Тогда народ тоже будет меньше пользоваться и будет встречаться в основном лично. И вот тут цены на бензин можно задрать до потолка. И это даже при отрицательной стоимости нефти даже может произойти. Как вам такой сценарий антиутопии? Все совпадения с текущим моментом события прошу считать случайными. Время, планета и страна неизвестны. Все это художественный вымысел автора. Вот так вот надо написать, когда эта антиутопия будет издана или снят фильм по ней. Я жду предложения от кинокомпании за идею к сценарию. Распространяйте. Да, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте видео, жмите колокольчик, чтобы не пропускать другие видео. Обязательно, обязательно оставляйте комментарии, обсудим, интересно поговорить. Я обязательно отвечу, если ваши комментарии будут интересными, адекватными, не оскорбительными. Обсуждайте тему, а не автора. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok